В городе Камышине сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в совершении серии мошенничеств в отношении местных жителей. Только в феврале в городскую полицию поступило несколько заявлений о совершенных преступлениях. Во всех случаях подозреваемые действовали одинаково. Они обзванивали местных жителей и сообщали им о том, что их родственники совершили преступление и за освобождение от уголовной ответственности требуются крупные денежные суммы. Так, 55-летний житель Камышина отдал злоумышленникам 700 тысяч рублей. По указанию мошенников, денежные средства он сбросил с балкона. Двое местных жителей отдали аферистам 119 и 45 тысяч рублей, а также золотые украшения. Еще одному камышанину поступил аналогичный звонок с требованием отдать 700 тысяч рублей, но мужчина не поверил звонившим, а сразу же обратился в полицию. По всем фактам были возбуждены уголовные дела. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены. Ими оказались четверо местных жителей. 41-летний, страдающий наркотической зависимостью лидер группы, его супруга и двое водителей такси. Полицейские установили, что организатор вместе со своей супругой приехали в Камышин, где снимали жилье. Там же они нашли сообщников – двоих водителей. Мужчина обзванивал местных жителей, а затем подъезжал к домам потерпевших и забирал деньги. В момент задержания, которое происходило на границе с Саратовской областью, лидер преступной группы скончался от передозировки наркотических средств. В ходе обыска у остальных членов преступной группы были изъяты порядка 600 тысяч рублей, ранее похищенных у Камышин, автомобиль, приобретенный на заработанные преступным путем деньги, а также более 77 карт различных операторов сотовой связи. В настоящее время все подозреваемые арестованы. Следствие располагает доказательствами причастности задержанных к совершению более 20 аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.